Вот такой вопрос. Какая радость имеется в виду в словах? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И как научиться радоваться? Ну, ещё бы не радоваться! Если мы предназначены вот к той славе, о которой мы с вами говорили, предназначены к тому, что в нашей душе будет эта вечная любовь, нескончаемая любовь, то действительно можно радоваться. И в это можем верить, потому что Христос воскрес! Вы слышите? Это камень нашей веры! Основополагающий камень нашей веры! И если это так, то действительно я знаю, что всё, что со мной не происходит в этой земной жизни, это же только мих! Приходящий мих! А я-то предназначен вот к чему! Слушайте, если бы только мы в это смогли поверить, о, как мы были бы рады! Слушайте, что мы даём? Огромные деньги подчас платим, чтобы нас, знаете что, расползовали, сделали операцию! Ох, как здорово! А зачем вы деньги даёте? Зачем вы платите? Вы что делаете? Вас ножом резать будут! Даём! Почему? Почему? В надежде! И потом, ой, спасибо, слава тебе, Господи! Слышите? Недаром апостол Павел пишет, земные страдания – все они ничто перед лицом той вечной славы, которая откроется в нас. Какое огромное значение имеет вера! Вера! Одно дело, когда я верю во что? Что всё происходит случайно. Мне кто-то подставил ножку, кто-то мне сделал пакость, что-то случилось, вот нечаянно заболел, нечаянно машина сбила. Одни случайности, нет никакой опоры. Другое дело, когда я твёрдо верю, нет случайности. Всё, что происходит, происходит по промыслу, любвеобильному промыслу Бога в полном соответствии с тем состоянием, в котором находится моя душа. Как врач. Врач делает уколы, ой, неприятные уколы, всякие. Всякую-всячину даёт мне всякую дрянь, приходится глотать и так далее. Плохо? Ой, неприятно. А что делать? Бормашину запустят мне в зуб? Ну, такое удовольствие! Лучше просто не придумаешь. Но я знаю, что это делает врач для моего блага. Верующий человек, слышите, чем мы отличаемся? Он верит, что Бог – это врач. Не подумайте, что это наказатель. Да избавит Бог нас думать так, что Бог наказывает. Вот тебе паршевец. Зато, зато, а-та-та. Ничего подобного. Надо запомнить эту великую православную истину. Бог есть врач. И поэтому всё, что с нами происходит, это есть ничто иное, как те средства, которые не спосылает Бог для нашей пользы. Я иду по дороге, посмотрел, и плюх в грязную лужу. Брызги! Всё! Ужас! Весь хороший! Стою! Прям фильм, пожалуйста, какой-нибудь. Так? Случайно? Бог всё, что с нами происходит, происходит для того, чтобы мы немножко опомнились. Слышите? Это не просто... Не просто врач даёт лекарства, но ещё с нами происходит то, чтобы мы немножко опомнились, задумались. Помните, когда пророк Иона был послан Неневию? Был голос, сказал, ещё три дня, и Неневия будет уничтожена. Пророк Иона уходит по городу и говорит об этом. Бог сказал, что будет уничтожено. Да. Прошло три дня, и что же? Царь сошёл своего трона, сбросил царские одежды, оделся в рубище, посыпал голову пеплом по древнему этому обычаю. Весь народ наложил, наложил пост на себя и на скотину даже, а там было только 50 тысяч детей. Вы слышите? Это ж стон стоял! И всё. Покаялась Неневия и осталась. Не была уничтожена. Так и всё, что с нами происходит, не надо думать, что это только лечение. Лечение в каком смысле? В том, чтобы мы опомнились и покаялись. Не искали того, кто это мне сделал, кто навёл порчу, кто подставил ножку, кто меня заложил. Вы понимаете? Мы просто удивительные существа. Что со мной происходит? Я глубоко уверен, что вокруг меняют какие-то вот негодяи, я только их выискиваю, кто это мне сделал. А я чистейший голубок. Так, представляете? И вот пока я себя этим голубком-то чувствую, так я не получу избавление, а будет ещё хуже. Потому что, когда не помогает лекарство лёгкое, дают более сильное. Правда же? Правда. Потом ещё более сильное. Не помогает. Ой, придётся операцию делать. Ой! Так что всё, что с нами происходит, это издействие врача любвеобильного и премудрого, призывающего нас к изменению своей жизни. Слово покаяние по-гречески звучит метаноия или метания. Так в переводе на русский язык дословный перевод означает изменение ума, изменение мысли, то есть изменение жизни. Вот, оказывается, что происходит. Итак, вера в это, вы слышите? Вера в то, что всё со мной скорбное, что происходит. Это есть действие любви, а не мести, не наказание, что может принести мне... Я лежу в постели, больной, разбитый, и вдруг дозвонились, ко мне приходит врач, который может мне помочь. Что это? Какая радость! А другой лежит, тоже разбитый, и некому к нему прийти. Он не зовёт никакого врача. Слышите? Никакого врача! Нет Бога! Так, что лучше? Вот почему апостол говорит, непрестанно радуйтесь! Слышите? Радуйтесь! Непрестанно молитесь, обращайтесь к Богу! Он готов! Вот я стою при дверях и стучу, говорит он, Бог, и кто откроет мне, к тому я приду и буду с ним торжествовать. Вы слышите, какую радость даёт православие где? В будущей жизни? Здесь уже! Здесь! А не где-нибудь! Потому, верно, непрестанно радуйтесь!